всем привет с вами сергей проект по рубрика книжные покупки и сегодня будут книжные покупки издательства азбука то есть я как-то отложил вот эти книги по издательству азбука закупил семьи и хочу с вами сегодня поделиться радостью рассказать какие книги я приобрел и так смотрите в звездах мирового детектива серию которые но очень много книг выходила про очень многие книги я вам на канале рассказывал наверное даже сделаю плейлист по звездам мирового детектива и там все это размещу но например мне тут очень нравился тот же дуглас прессон линкончайл когда сюда перекочевал в эту серию корризе дациере тут много авторов да и про многих я вам рассказывал и про этого автора я вам уже рассказывал но он выходил издательстве аисте нам тоже кстати довольно красиво было оформление но теперь этот автор максим шатам заявлен в этой серии в звездах мирового детектива и так впервые на русском языке выходит произведение союз хищников тут вот нам как обычная реклама поклонники жанна кристофа гранжа и франка телье но видите тут на этих авторов отсылка но все-таки туда во францию да максим шатам которого зовут максим друо вот 76 года рождения автор детективных триллеров нуаров которые расходятся многомиллионными тиражами во франции ну как то с франции как раз очень много нам приходит каких-то мрачных темных историй вот посмотрим что будет это за история тут если короткая хоть какая-нибудь история по всей франции и по всей европе полиция находит трупы зверски замученных людей умирающих очень дал долго умиравших очень долго каждое место преступления отмечен одним тем же знаком однако очевидно что убийство совершали разные люди что происходит орудуют убийцы или его подражатели между жестокими анонимами которых ведет недалимый перебытный инстинкт хищников есть какая-нибудь связь быть может они послали другу сигналы а где случится трагедия следующий раз вот такие вопросы дотативные триллеры не только во франции известны тут уже реклама пошла как обычно это десятки других стран выходит поклонники жанра кристофа гранжа и франка теле не могут не ценить это туго закрученные романы которых события мчатся во весь опор ну короче реклама тар-тар-тар-тар-тар очень мне кажется издательство надеется что выстрелит первая книга и можно будет последующие томаты уже шатама переиздавать издавать короче я постараюсь прочитать как раз именно этот роман вот потому что я во первых хочу если там сидит толковая вещь быстрее сделать отзыв чтобы это как-то может подвигнет издавать дальше этот цикл во вторых я хочу для себя понять и собрать собственно в таком хорошем оформлении ну шикарно авто потому что максим шатам пишет хорошо у меня есть отзывы на канале можно по имени и фамилии автора найти на моем канале отзывы и посмотреть как мне прямо нравились предыдущие истории которые я у него прочитал поэтому я как бы в этом авторе спокоен и я надеюсь что его можно будет собрать в этой серии звезды мирового детектива и вот рядом как раз телье с гранжа я с удовольствием бы максима шатам тоже поставил всю эту вот коллекцию двигаемся дальше азбука на все время азбука я про это вам говорил эта серия за big book автор уже мелькал на моем канале кон и гульды автор который хорош в историческом контексте да и вот как раз это произведение нам подсказывает произведение называется лев золотой век книга первая нам подсказывает что здесь будет опять исторический роман исторический роман на тему давайте разберемся какая ну тут тема довольно специфическая звучит на смену миру богов пришел мир людей и хотя боги остались только в легендах и мифах они еще способны чему-то научить отчего-то предостеречь священном храме полона греки от имени своих городов и царств поклялись стоять как один в мире и войне и хотя они назвали себя деловским союзом его сердцем были тогда афин город обретшие могущество но мало государства стали требовать пересмотр договор афины сочли это клятву преступлением а клятву преступления еще во время богов карались беспощадно сжигались города земли отправлялись отравлялись солью развязывались войны целый народ обращались пух и крах вообще ничего не понятно настало время прийти герою тому кто понимает чтобы выиграть войну необходимо выиграть мир ничего не понятно кто будут главные герои какие тут будут персонажи и так далее вот но кона гульдена вы много видели у него в моих покупках и про чингисхана и цикл про императора было и про греческие войны у него цикл вот теперь тут золотой век и вот какой-то лев опять же шрифт довольно крупный я думаю читаться будет очень даже быстро вот но в ближайшие планы не обещаю надо еще может за те тома взяться вот но как-то какие-нибудь и гульдена я скупаю может быть тоже ошибка далее далее необычные книги для моего канала то есть если звезды мирового детектива и тоже забегу к серии довольно часто у меня мелькает эта серия тоже у меня мелькая часто на канале вот но сейчас только сейчас например я приобрел эту книгу опять же она была на скидке эта серия большие книги иностранная литература автор и вен во называется трилогия офицеры джентльмены да да давно она вышла вот но только сейчас я решился ее прокупить дело в том что здесь про войну есть про британию ее армию и здесь как раз таки мне кажется будет интересная история про то как я понял записание как главный герой лейтенант а потом там до капитана будут расти как он вначале верит в в армию верит свою страну и вот он идет во все это но потихонечку его вот это то ли наивность или слепая вера в силу армии в честности все остальное будет разбиваться в пыхих прах будет показываться ужасы войны будет показываться бюрократия вот эти чины вот это поклонение власти вот это желание услужить какая-то волка туго это остро разочарование которое все идеалы вот главного героя будут разрушены с карьеризмом чинопочитанием коррупции глупостью напыщенностью трусостью и бессмысленной жестокостью вот такой я думаю стоит почитать даже просто для наверное пополнение своего какого-то мироощущения что ли да то есть даже вот заглянуть в институт военные машины да пусть и великобритания но мне кажется люди в основном везде одинаковые да и что-то это можно увидеть и в нашей окружающей действительности а вот чтобы так уже совсем грустно и печально и тяжело не читать вот прям только такую литературу можно еще взяться за шикарную вещь рекомендацию эту я увидел честно сказать я вот не запомнил автора просто по youtube как-то ходил попадал на какие-то даже там то ли обзоры то ли интервью какие-то и зашел разговор про советских авторов и как-то вскользь сказали про незаслуженно забытых авторов возможно даже это мелькнул ее языкович вот честно не буду точно утверждать и незаслуженно забытый советский автор надар домбанз чем этот автор как вы понимаете это грузинский писатель и внезапно вот про него я прямо на несколько статей наткнулся и понял что я хочу познакомиться с его творчеством поэтому так совпало и прямо сейчас вот вышла вот этот прекрасный томик он называется я бабушка или к и илари он и здесь то что я тоже люблю читать история взросления это когда начиная от мальчика и вот проходит через обычную конечно жестокие какие-то испытания здесь тем более еще зацепит и великую отечественную войну и как человек становится закаленным сильным честным верным своим принципам и прочее я вот про эту историю хочу почитать потому что здесь будет и вроде бы как тут обещает смех веселость озорство вот но в то же время здесь и трагичность эпичность мышления творчество образов тогда вот чингиз айтматов ее рекомендуют тоже а вы помните я недавно делал нам отзывы на творчество чингиза айтматова это тоже стоит того чтобы на это обратить внимание внутри кстати будет произведение вот заглавное плюс я вижу солнце солнечная ночь не бойся мама белые флаги кукарача и разнообразные рассказы несмотря ни на что нодар думбадзе автор был широко известен по всему советскому союзу большинство произведений давно не выходили на русском языке вот это вот сейчас исправляется здесь видите и повести будут и рассказы может быть я даже начну с каких-то рассказов небольших ангеле сразу возьмусь за за основное произведение хотя я смотрю дарья бабушки лико иларион всего 143 страницы занимает наверное я за нее возьмусь кстати то написано что он дар думбадзе стал лауреатом премии ленинского комсомола за эту повесть за роман не бойся мама ему была вручена серебряная медаль имени фадеева достойно государственной премии грузии ленинский премий за роман закон вечности кстати закон вечности сюда роман я не вижу чтобы он сюда вошел ну буду читать и вам расскажу потом поподробнее иногда я же говорю я очень скучаю по романам которые трогают душу которые заставляют задуматься что-то переосмыслить а если это еще написано как бы про какие-то важные критические моменты в истории написанные как говорится не палит заказ а написано души честно и интересно такой читать вдвойне интереснее познавательнее и это меняет тебя самого с изменениями меня самого связанные финальная книга которая выходит на это все еще издательство азбука если там была иностранная литература здесь считаете но это тоже получается кино странной литературе относится мы будем относить так советской литературе еще одна книга которая тоже относится к советской литературе но в под серия детские книги до называется несмотря ни на что натяну большие книги называется на тимур его команда судьба барабанщика и тогда аркадий гайдар я очень захотел именно в одном томе это все собрать потому что здесь получилось собрано как раз те истории которые я читал в детстве который несмотря ни на что что-то заранили в моей душе что-то как-то на меня повлияли и наверняка вы про эти истории тоже слышали тимур его команда 4 блиндаж дальние страны военная тайна голубая чашка судьба барабанщика вот все это все это читалось читалось в детстве и сейчас я хочу к этому вернуться я хочу посмотреть каким языком это было все написано сейчас я взрослый как я буду воспринимать этот текст чуки гек горячий камень чуки гек помните сейчас и экранизировался даже пытались там повторно до снять на графских развалинах патроны поход маруся совесть ну вот какие-то я еще рассказа не знаю вот но все остальные прям что-то отзываются у меня в душе вспоминается истории про честных открытых светлых детей про их идеалы про почему не даже это сейчас хочется потому что я сейчас все ближе и ближе сталкиваюсь с детским вопросом том плане что вот ребенок взрослеет пошел в школу она уже приносит и рассказывать мне вот про проблемы что в школе происходит я глобально вы прохожу мимо школы я вижу как общается подростки так далее я уже понимаю что я достигаю возраста когда я начинаю критиковать крехтеть и говорит что вот поколение уже совсем не то и что же потерялась неужели вот то что закладывалось в этих книгах так на нас повлияло влиял на общество и закладывались такие хорошие основы что современная молодежь не вся конечно не вся не будем под всех подводить но очень большой процент все-таки теряют вот эти какие-то нравственные ориентиры они них интересы другие да они сейчас более мобильные и прочее где-то много становится у них и мата в жизни открытости какой-то не мне кажется теряются какие-то понятия чести достоинства там не знаю патриотизм и прочее все эти понятия немного размываются и мне хочется посмотреть и вспомнить это время мне хочется попробовать этот текст предложить своему ребенку с ней вместе почитать как она сейчас это воспримет не будет ли это и скучным потому что я знаю что определенная литература старая она уже детям неинтересно может хочется больше экшена да и мы какие-то книги тоже уже нас пугают другие вещи например да современные там туда триллер и так далее вот это все читать чего советское время там не зачитывались как говорится или она не было популярным но не буду кряхтеть и на печальной ноте заканчивать да что типа вот поколение теряем поколение что с этим детьми будет 90-е в двухтысячные и прочее прочее на как это все повлияло на на школу на образование на ценности в жизни всех детей все эти ютубы и прочее остальное говорю я вещаю вам с с ютуба хочется верить что интерес к этим произведениям будет и у подрастающего поколения но для начала я сам хочу прочитать посмотреть нет ли у меня мифизации как раз таки творчество советских писателей то есть возможно тогда не было альтернатив я читал только вот это и под этого был восторге или мне читали там на ночь и так далее надо сейчас попробовать это прочитать будет ли это все равно актуально интересным посмотрим вот и вот поэтому одна из целей вот почему я в больших книгах в детской библиотеке продолжаю скупать такую литературу а там как раз очень много выходит то что мы читали то что мы дети подростками читали да или нам читали родители и сейчас хочется немножко собрать и такую себе библиотеку мне кажется вот эта серия хороший выбор тем более здесь еще есть иллюстрации причем есть даже иллюстрации цветные но я естественно полистаю на камеру вы все это увидите или уже увидели потому что я ролик ставил чуть раньше читайте хорошие книги с вами был сергей проект по пока а